2002 год, октябрь, трагедия Норд-Оста. Это очень личный эпизод, связан просто... Вы знаете, что я там был. Было введено фактически в священное положение. В Москве уж точно. Я тогда был лидером фракции, депутатом Госдумы. Террористы, вы знаете, долго держали наших заложников. И я впервые в своей жизни и последний раз по просьбе руководства страны стал участвовать в переговорах с террористами. С Абу Бакаром конкретно, которого потом убили. Суть моих разговоров, говорил я по своему знаменитому телефону, разговоры, через которые все слушают. Да. Суть разговора была такой, что они требовали... У них не было финансовых никаких требований. У них было требование прекратить войну, вывести войска и вообще отстать от Чечни. Вот такое у них было требование. Значит, мы договорились, что за каждый мирный день в Чечне они будут отпускать людей из центра на Дубровке. За каждый мирный день. И действительно, если вы помните, были отпущены там 10 человек, среди них женщины и дети, и пожилые люди. Потом было принято решение в результате вот наших контактов в телефонах, что я пойду на переговоры. И тут позвонил Путин. Лично. Да. И сказал, что... Вот пусть кто угодно ходит, а вы с Лужковым не ходите. А почему вообще возникла ваша кандидатура как переговорщик? А чеченцы захотели. Они назвали вашей. Да, да. Вот. А вы не ходите. После этого еще позвонил мне Чубайс, сказал то же самое и так далее. Не надо ходить. Без объяснения причин. Я руководитель государства, чеченьное положение в нашей стране. Вы должны понимать, что в этой ситуации я беру на себя полную ответственность. Поэтому я вас прошу, я вам потом все объясню. И я с дуру, склянусь вам, просто это была одна из моих серьезных ошибок. Я согласился не ходить. Вот. Ну дальше вы все знаете. Дальше погибли люди. Он объяснил что-то? Я вам сейчас скажу. Вот потом выяснилось, что они использовали газ. Они не хотели спасать людей нормально. Людей они эвакуировали спиной. Клали их спиной на пол. В итоге у них западали языки. И диагноз смерти совсем не отравление от газа, а асфиксия. Так же как у утопленников западание языков. Они просто задохнулись эти люди. То есть они не хотели их спасать. В итоге погибло 130 человек. Вот это конечно невозможно простить Путину. Раз. Но второе, я пошел в Кремль после этого, задал вопрос, а почему нас с Лужковым Путин не хотел... Лужков мэр города. Казалось бы, очевидно, что мэр города должен идти на переговоры, а он, как вы знаете, не ходил. Да ведь? И я не ходил, и он не ходил. Ответ Волошину был гениальный. Он сказал, Путин следил за твоим рейтингом и Лужковым, и он у вас очень сильно рос. Продолжение следует...